В восьмом классе начался сериал американский «Скорая помощь». Я когда увидела, вот я и решила стать врачом. Потому после школы Людмила пошла учиться на хирурга в Ярославскую медицинскую академию. А в этом году закончила интернатуру и теперь принимает пациентов в городской больнице номер один. Стаж всего три месяца, зато пациентов сотни. Людмила – один врач на все приемное отделение. Так должно быть два врача. Вообще, если бы два врача было, это было бы вообще на самом деле идеально, потому что бывают пациенты, скоро привозят с промежутком по две минуты. Если очень тяжелое, много народу, то я приглашаю в дежурное отделение. Молодым специалистам в помощи стараются не отказывать. В городской больнице они и так на вес золота. В этом году – большая удача. Штат пополнился сразу четырьмя врачами разных специальностей. Но в целом проблему это все равно не решает. Укомплектованность врачебными кадрами – 35% по основному месту работы. Ежели взять вместе с совместителями, то укомплектованность составит менее 50%. Поэтому докторам приходится работать с очень большой нагрузкой и интенсивностью. В целом по области сейчас не хватает около полутора тысяч врачей и медсестер. Катастрофическая цифра. Проблему пытаются решать в большинстве своем с помощью различных программ поддержки молодых специалистов. Так с этого года врачам-интернам и так называемым целевикам выплачивается стипендия в размере 4 тысяч рублей. Усилия объединили федеральный и областной бюджеты. Еще один бонус – компенсация стоимости съемного жилья – около 80%. Эта мера действует в Вологде. Жилье сейчас снимаю. Социальная поддержка гражданам – 9 тысяч рублей. А так, если квартиру и ипотеку возьму, 9 тысяч этих снимут и 20 тысяч ипотеку платить. Врач-нейрохирург – тоже молодой специалист. Говорит, вся специфика работы налицо. На одной кушетке пьяный мужчина с отрясением мозга спит со вчерашнего вечера. На другой – девушка, которую только что на пешеходном переходе сбил автобус. Круговорот лиц диагнозов – операции. На сегодняшний день у нас трех врачей 11 плановых операций. То есть, по 3-4 операции на врача получается в день. Много, но часов до трех работаем. Нагрузка большая, проблема все та же – нехватка медперсонала. Многие врачи сейчас меняют город на село. Главный стимул – подъемные – миллион рублей. И нехватка эта связана не только с тем, что уезжают или в выбытие больше, чем приезжают, но и с тем, что у нас меняются порядки, стандарты оказания медицинской помощи, в соответствии с которыми изменяются штатные расписания. И в штаты вводятся дополнительные должности. А физических-то лиц у нас прибавляется гораздо меньше, чем меняются штатные расписания. В Великоустюгском медколледже в этом году даже решили пойти на эксперимент. Теперь туда принимают после девятого класса. Опыт готовы подхватить и Вологда, и Череповец. Пока же все надежды на врачей-интернов. В следующем году ожидается выпуск порядка ста специалистов. Алена Шепилова, Алексей Романов, Новости Вологды.